Меня регулярно упрекают, что опционные стратегии это, во-первых, сложно, а во-вторых, это очень рискованно. Сейчас я попытаюсь доказать вам, что это не совсем так, и я докажу вам это самым необычным образом. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. И сегодня у меня необычный день, не совсем обычный, я просто устал и забил на все. И сегодня мы решили поехать в лес собирать землянику. И поэтому я ходил, там было прекрасно, мы насобирали литра-два земляники, сейчас у нас, ну вот завтра будем варить варенье земляничное, и очень классно. И сейчас я хочу пригласить вас в лес, во-первых, значит, и я буду показывать вам, как ведут себя мои опционные стратегии попутно. Итак, не отвлекайтесь на цветочки всякие, будем смотреть на наши опционные стратегии. Ну, на самом деле, здесь ничего особенного не происходит. Вот, смотрите, у меня на одном счете вот такая картинка. Так, я думаю, что сейчас вы видите, вот здесь вот, видите, та самая планочка. Она соответствует на нефти от 40 долларов до 42 долларов. Если нефть будет от 40 до 42 на момент экспирации, то у меня будет все хорошо. И в ближайшее время она никуда не должна уйти. Экспирация будет 28-го, 0-7-го, видим, да. И дельта у меня 0,18. Что это значит? Это значит, что красная линия, смотрите, вот он, наклон красной линии, соответствует 0,18 фьючерса на нефть. То есть, если сейчас и будет, убыток по вариационной марже, он будет примерно как убыток от 0,18 фьючерса. Или прибыль от 0,18 фьючерса. Ну, в данный момент, вы видите, красная линия направлена немножечко вверх. То есть, плюс 0,18, то есть, как бы куплено 0,18 фьючерса. Ну, потому что я думаю, что нефть должна немножечко подрасти до 42. Но если она вырастет дальше, то, в принципе, я буду только рад. Она будет дальше. Что будет? Ну, завтра будет выходной у нас среда, там день голосования и всемирного ликования. Вот, но вот первое, второе будет июня, что будет? Смотрите, голубая линия практически совпадает с красной. Ничего не изменится. Если нефть сильно вырастет, то будет здорово. Если нефть упадет аж до 37,70, то я потеряю всего максимум, ну, 500 рублей. Ну, ничего катастрофического не произойдет. Ну, а если вырастет, то я, соответственно, заработаю где-то 500 рублей. Вот. На другом счете примерно такая же картина. Вот она здесь. 0,15. Ну, в общем, так сказать, хрен редьки не слаще. То же самое абсолютно. На первом счете у меня лежит сейчас 17 тысяч, было 16, то есть, они немножечко подросли. Процент использования ГО 47 процентов, то есть, все хорошо. На предыдущем счете у меня лежит 22,772 рубля сейчас. Процент использования ГО 9. То есть, я могу здесь заряжать и заряжать. Дело в том, что вот здесь вот у меня практически та самая стратегия, которая изложена в алгоритме с хеджированием фьючерсом одним. Ну, я вот сейчас захеджировался опционом кол немножечко. Вот. А здесь у меня стратегия основана на, в общем-то, ну, здесь вы видите практически бабочка. Ну, а здесь put spread. Вот как бы так. Почему бабочка? Ну, потому что я ожидаю роста, поэтому я в эту сторону направил немножечко стратегию. Она немножечко направлена. Намного интереснее ситуация будет по РТСу, потому что сразу после голосования 2-го числа у нас экспирация по фьючерсу на РТС. Не по фьючерсу, а по опционам на РТС недельные. И здесь картина, вот она, ровно по серединочке. И смотрите, 30-е, 0-е, 6-е, это красная линия, то есть я жду падения индекса РТС. Ну, он уже пал, упал, потому что он был вот здесь, он упал и принес мне прибыль некоторую сегодня за день. Что получается дальше? А дальше у нас первое число, выходной день, вот она, голубая линия. То есть если ничего не изменится, то плюс 2 800 просто запишется по тета распаду. И третий день, если не сильно упадет, то плюс 7 500. Ну, в общем, есть шанс получить. Но если, правда, в третий день грохнется, то, в общем, грохнется. Вот как бы так у нас такая ситуация. И что еще приятно, что я смотрел сегодня в течение дня на свой счет. Он растет, почему-то вырос на 14 тысяч рублей за сегодня. Ну, накануне я получил купоны от РУС-28. Там неплохие купоны, в принципе. Вот я ходил, там снимал ягодки. Ну, вот сейчас 9259 плюс, как бы все нормально. Да, еще один момент. Я решил завести вот такую табличку. Я решил завести вот такую табличку. И я веду. С 25 июня я завел вот эти вот счета. Вот у меня по индексу РТС вот этот вот. Вот это вот идет. Сюда я вношу остаток по счету в конце каждого дня после 19 часов. И вывожу это в виде графика. Вот это вот тот счет, где у меня чисто по алгоритму. Здесь счет там, где была бабочка. А здесь по индексу РТС. Соответственно, вот он вот. Верхняя линия. Это индекс РТС. Вот он растет сейчас. Вот эта линия, которая слегка упала, это там, где бабочка. Почему упала? Потому что там сработал стоп на покупку нефти. И она откатилась. Вот. А здесь у меня чисто мой алгоритм, который дал в первый же день убыток. И сейчас вот он нагоняет все это дело. Ну, есть вероятность нагнать там до конца июля. Там все еще впереди. Вся битва впереди. Самое главное вот этот верхний график. И он в хорошем плюсе. Вот так. И по индексу РТС он еще должен добавить что-то. Сейчас у нас 103,8% от уровня начала. То есть, если начало 100%, сейчас 138%. То есть, он вырос почти на 4%. Что еще у нас хорошего есть? Акции на Санкт-Петербургской бирже. Американские акции. Значит, смотрите, не только американские. Вот это Sina Corporation у меня. Самые вот здесь они отсортированы по проценту активов. Китайская компания Sina Corporation у меня. Самый большой процент активов 1439 долларов. Вот. Следующее. Ellie Lily Company. Я перетасовал немножечко пакет, который был вложен практически весь в Pfizer. И фармацевтический. И когда Pfizer вырос там, нет, он не вырос даже до номинала. Я просто взял и продал большую часть достаточно Pfizer и купил Ellie Lily Company. Ну, потому что я прочитал новость о том, что компания Ellie Lily будет участвовать в распространении вот этой вакцины по коронавирусу. Это крупная фармацевтическая компания. Alexion Pharmaceuticals. Тоже сейчас в плюсе у меня. Тоже фармацевтическая компания. Разрабатывает новые лекарства. Там уже для других болезней. TCS Holding Group. Тинькофф. Тинькофф я купил, когда он очень здорово упал. Вот здесь вот он очень здорово упал. Я решил купить, что он поднимется, но он упал еще сильнее в свое время, а потом стал подниматься. Где-то вот в конце марта на новостях про Тинькова там на плохих новостях. Следующее по соотношению Мэйси, злосчастный, это сеть супермаркетов американских, которые очень здорово пострадали в период пандемии. Потом начали очень резко расти. Ну, посмотрите, с 5 до 10 это 100% рост. Ну, как бы вот так. То есть они сейчас на очень низком уровне. И они очень сильно сократили количество своих сотрудников. То есть они урезали очень сильно свои расходы. Соответственно, ну, должно улучшаться состояние. Tata Motors. Это индийская компания автомобильная. Вот, она выросла с тех пор, как я ее купил. Nike. Потребительский сектор у меня представляет. Компания Nike. Но вот на днях она упала, потому что дала очень плохие результаты по отчетности. Boeing, который вырос. Ну, все там обсуждали. Boeing покупать, не покупать, покупать, не покупать. Но я на этих разговорах купил, потому что Boeing как раз получил огромные-огромные кредиты. Ну вот. В общем, на месте топчусь. Pfizer. Вот что у меня осталось от Pfizer, хотя было, так сказать, там почти 2000 долларов. Вот. Столько у меня осталось от Pfizer. Вылили или вложил. Reata Pharmaceuticals. Фармацевтическая компания. Пока не очень, но с огромным потенциалом. Cisco Systems достаточно стабильно растет. Ну, такая вот, держится. И Xilinx вроде как тоже производство микросхем. В принципе, вполне нормальный. Уже в плюсе. Вот такой у меня портфель. Да. И еще, смотрите, в этом портфеле балансовая стоимость, ну, всего-то там 3755 долларов США. И 1868 долларов у меня в кэше, в заначке. Это только здесь, на Санкт-Петербургской бирже. И есть еще заначка вот здесь вот. Ну, сегодня я 300 долларов продал, то есть еще 500 долларов. То есть больше 2000 долларов у меня в заначке. Я их пока держу в кэше, никуда не трачу. То есть доллары у меня есть. Вот РУС-28 у меня здесь. Самый большой пакет тоже отсортированный по процентам. Самое большое вложение РУС-28 это тоже валюта, которая растет. Вот. И сейчас 17269 процентов от номинала. То есть 1726 долларов в ней вложено. Ну, нормально. Вот. Полиметал. Золото-добывающая компания. Она и выросла давно. Вон, когда я ее купил, выросла и продолжает потихонечку расти. Золото-добывающая компания. Я давно говорил, что ребята, покупайте золото-добывающую компанию. Я об этом говорил. Полюс золота тоже самое. На максимумах это золото-добывающая компания. Они выросли даже больше, чем золото. Газпром. Ну, в связи с проблемами. Газпром. Ну, Газпром и проблема. Вот. ГМК Норникель. Ну, вот он у меня. Я его... Вот он на этом... На катастрофе немножечко упал. Ну, и что? Я его давно купил. Яндекс. Ракета уходит в небеса. Может быть, еще прикупить даже. Стоит. Распадская. Держу. Никуда не девается. Даже, по-моему, какие-то дивиденды заплатила. Система. Я думаю, что есть потенциал роста. Огромный причем. Сургут, нефтегаз, префы. Ну, вот такие они. В принципе, это тоже практически доллар. Они очень сильно коррелируют с долларом. Аэрофлот. Ну, сейчас получает кредит, я думаю, что подрастет. Лукойл. Ну, вот держится и держится. Ничего я с ним не делал. Но, Ватэк. Держу. Никуда не деваю. Жду роста. Это Татнефть. Нефтяная компания. Нефтепереработка. Газпромнефть тоже самое. Ну, вот у меня нефтянка. Смотрите. Газпромнефть. Татнефть. И Лукойл. Это нефтеперерабатывающие компании. То есть, это как бы один пакет, но разбит на три компании. Вот. И обувь России. Небольшая компания. Достаточно перспективная. Вот. Они сейчас внедряют новые методы. Вот тут в ожидании дивидендов они здорово подросли. Ну, сказали, что дивидендов не будут, они здорово упали. Вот. Вот так. И здесь у меня прибыль дня 2328 рублей. Вот. Такие у меня портфельчики. Ну, день я отдыхал. Был в милоноичном настроении. Все хорошо. Стратегии идут. А, я хотел вам показать. Еще знаете, что я хотел вам показать, как работает, в каком состоянии у меня мой робот. Смотрите, я пишу программу. Вот она в каком состоянии. Смотрите, сейчас запускаю. Оп. Вот. Она мне регистрирует заявочку. Вот у меня появилась заявка на продажу опциона по 257. Теперь смотрите сюда. Вот табличка у меня заявочек. Вот она заявочка, которая у меня появилась. И вот это сообщение пишет мне как раз моя программа. Это отладочное сообщение. Ну, вы видите, что вот их много. Это я в процессе отладки запускаю и снимаю. Запускаю и снимаю. Пытаюсь двигаться дальше с этим делом. Сейчас я вам покажу, как выглядит эта программа. Вообще ничего не скрываю, видите. Так. Вот она. Да, вот она моя программа. Она вся здесь. Здесь описание транзакции. Вот я тут подбирал коды. Ну, наконец-то у меня все это получилось. И вот здесь вот send transaction я посылаю транзакцию. Она пишет мне результат. И, соответственно, все. После этого я пытаюсь ее снять. Вот kill order. Но пока не снимается в автоматическом режиме. Сейчас бьюсь над этим. Ну, как вы видите, процесс программирования долгий. Ну, мне это интересно просто. И поэтому я этим занимаюсь. В чате мы обсуждаем. Там есть взаимопомощь тоже. Мне люди помогают советами. Но это уже не та история. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.